Деуш-Ландфунг, Германия, борьба за ресурсы Сабини Штер Деуш-Ландфунг, Германия 10 апреля 2019 года Ледяной холод в замершем море Бесконечные белые просторы Арктики Так было когда-то Сейчас лед исчезает и освобождает скованные ранее регионы, а вместе с ними и сырьевые ресурсы Прежде всего Россия прилагает все усилия, чтобы подступиться к ним Еще в прошлые годы российский президент Владимир Путин говорил на форуме Можно с уверенностью сказать, что мощи возможностей России будут прирастать и Арктикой, арктическим регионам К 2050 году примерно 30% всех углеводородов будут добываться в Арктике Поэтому с экономической точки зрения этот регион чрезвычайно важен, отмечал тогда Путин Огромные нефтегазовые месторождения Таким образом речь идет об огромных нефтегазовых месторождениях в Арктике Но интерес возрастает в связи с тем, что Россия получает здесь доступ к новому мировому океану Через северный морской путь вдоль российского северного побережья В скором времени корабли смогут перевозить на восток товары без помощи ледоколов, по крайней мере в течение определенного времени По сравнению с предыдущим маршрутом через Суэцкий канал время доставки сократится на 10 дней, а компании сэкономят очень много денег Но для России есть в Арктике еще кое-что важное Военный аспект Российский министр обороны Сергей Шойгу гордится тем, что страна за прошедшие годы успела построить на холодном севере для охраны границ На островах Арктики за 6 лет возведено 475 объектов, отметил Сергей Шойгу В новых зданиях сегодня размещаются военнослужащие и техника Ни одна страна мира не осуществляла подобное строительство Даже во времена Советского Союза такого не было, подчеркнул Шойгу Для самостоятельных действий Арктика слишком холодная и опасная Новая Арктика позволяет России получить новый доступ к мировым океанам Таким образом за Арктику ведется ожесточенная борьба Но лишь на словах Хотя почти все арктические страны вооружились Но для самостоятельных политических или военных действий регион слишком холоден и опасен Это дает шанс на сотрудничество Платформа, Арктический форум вместе с Россией как крупнейшим арктическим государством И, как отметил официальный представитель МИД России Россия играет ведущую роль в развитии международного сотрудничества в Арктике Главная тема форума в этом году – Арктика Океан возможностей В ходе общей дискуссии основное внимание уделяется вопросам обеспечения устойчивого социально-экономического развития Арктики Сохранение уникальных арктических экосистем Повышение качества жизни населения региона Отметила Мария Захарова Дискуссионный форум Форум был создан 9 лет назад как дискуссионная платформа по теме Арктики Согласно установленным ООН правилам Текущие проблемы, появляющиеся на политическом и научном уровне в борьбе за природные ресурсы региона В которой пока что наиболее настойчиво о своих территориальных притязаниях заявляет Москва Могут обсуждать в нем не только арктические государства Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова